А вы кто? Они даже посмели вызвать полицию на журналистов. Надеясь избавиться от представителей СМИ руками силовиков. Однако у чиновников ничего не вышло и копы уехали. Вам никто не даёт права безперешкодно. Покажите такий закон в период карантину, что вы имеете право безперешкодно приходить. Причём тут карантин? Карантин забороняє продавати підгузники і всё. А журналистам не забороняє приходити до держави і не освобождають начальство ходити на року. Получається, якщо прийома тут не було, здание було б закрите, правильно? Як тоді потрапили? Это госконтора, создана для того, чтобы людям не продавали поддельных лекарств і не обманували в аптеках сценами. Но, как выявила редакция Актуальной правды, в совместном расследовании с адвокатом Людмилой Ревой, чиновники Держлигслужби занимаются заказными проверками. Всё началось с того, что особо Катерина Строен, именуемая себя журналистка телеканала ЗИК, приехала в аптеку Киаву и сфальсифицировала контрольную закупку. Посмотрите на эти кадры репортажа, который вышел в эфире ТО-12 канала. Строен сначала забирает какое-то купленное лекарство с прилавка, а затем с кармана достает принесенный с собой белотоминал. Строен проводила видеосъемку вместе с оператором, который держал в руке телефон, а у нее под одеждой была скрытая камера. Использование подобных средств запрещено в Украине, и СБУ уже заинтересовалась Катериной. Затем она напала на адвоката Людмилу Реву, поломала ей руку и написала анонимный донос госслужбу по лекарственным средствам, направив его Али Остопед, замначальнику отдела админработы. Важно понимать, что жалобу Строен писала под диктовку. Обратите внимание на этот текст. Строен задает вопрос в Держ Лиг Службу, таким образом, чтобы аптеку Киава проверили не только по лекарству белотоминал, а провели обыск тех препаратов. Затем Ирина Суворова, директор департамента контроля качества лекарств, дает указание в киевское отделение Держ Лиг Службы. Незаконно проверить весь товар в аптеке Киава. Всем украинцам известно, что в нашей стране чиновники всегда делают все очень медленно. Но стоит дать им взятку, они ускоряются. Поэтому проверку аптеки Киава можно смело охарактеризовать коррупционным. Доноса Строен, который написала его 5 октября, а проверка состоялась уже 21 числа. Обратите внимание на жалобу от Строен. Она никому не адресована, то есть не указан ни государственный орган, ни должностного лица, кому направлять обращение. Заявление на проверку не подписано Строен. Она даже не указала отчество и адрес, куда отправлять ответ. То есть это классическая анонимка, которую не должны были брать в Держлиг-службе даже на рассмотрение. Самое забавное, что согласно припаса, выданного по итогам проверки, в аптеке Киава представителям лекарственного контроля не удалось обнаружить препаратов без документов. Потому что их там никогда и не было. Ведь псевдо-журналистка Строен все придумала в своих фантазиях. Аптека Киава связывает такую активность чиновников с Держлиг-службы с заказом со стороны высокопоставленного чиновника с Министерства иностранных дел Анатолия Соловья и бывшего народного депутата Александра Пухкала. Субтитры создавал DimaTorzok